Да-да-да, и вы сейчас то самое и получите, да? К моему дивному сожалению, телевидение перестало быть местом раздавания пистонов. А зря! Телевидение это сейчас такая структура, знаете какая? А-а-а! Это даже не коррупция, это еще интереснее. Ну, коррупция это понятно, да? Немножко сделали материал человеку приятный, нам неплохо, да? Это цензура! Да, всегда вас доб... Для чего? Я не понимаю, телевидение должно всегда давать просраться. Да-да-да-да-да, а это сейчас запрещено. Почему? Непонятно. Вот за моей спиной банк. Я когда-то, у меня был счет здесь, естественно, но этот банк мне дал просраться. И когда он мне дал просраться? Да вот он тут недавно, к сожалению, такое случилось, паспорт свой потерял. Мне сказали, зайди в другое местечко, прямо сбоку и заплати. Я зашел в это место замечательного инвестбанка. К слову о том, что я даже знаю, кто ее построил, да? Его построил господин Петр Иванович Сумин, для того, чтобы немножко денежки захопать. Да и кое-что было, неплохо было, может быть. Ну, да ладно, не в том что дело. Туда я пришел, очередь, 10 человек. Одна девушка сидит, кому-то дело объясняет, а другая пытается собрать денежки. Причем я там простоял ровно полчаса. Два человека прошло. Клево, да? Потом я начал так заглядывать. Она с каждым человеком, с которым работала, где-то минут 10 сидела там, что-то так втирала, пятое, десятое. Ну, да ладно. Я, конечно, плюнул и поехал сюда. Вау, я взял замечательную карточку. Ну, русский стандартный. Хотел здесь рассчитаться. Давайте все-таки определимся. Если вы что-то покупаете, то вы покупаете за свои деньги. Вам же без разницы, чем вы будете расплачиваться, да? Я сюда пришел с моей карточкой, с которой я лично знаю свой пин-код. Попытался рассчитаться. Меня еще попросили мой паспорт. Я говорю, а для чего? Но мы же это будем снимать. Я говорю, стойте, блин, вы говнюки. Конченые, блин. Я беру сраную сумму, полторы тысячи рублей. Я эту сумму могу без всякого долбанного паспорта брать. А вы мне что, начинаете мозги мне сектыми, что ли, блин? Мало того, вы сказали, что вы не возьмете деньги с карточки моей. С какого перепуга. Вы такой же простой, говеный, чмошный банк, блин. Ну, да ладно. То есть я так подумал, думаю, так, что делать, где деньги-то взять. Ну, потом вспомнил, что деньги где-то были у меня. Поехал за двумя деньгами. Вернулся с деньгами сюда. Спросил, во сколько вы будете работать. Сказали, что они будут работать в 9 часов. Я пришел, была открыта одна сраная касса. И там была очередь 10 человек. Вау, крутизна. Да бакакаться просто. Блин, пасхальный. То есть меня уже три раза так банк регионально поимел. За одни сутки. Это было просто клево, господа мои. Ну, короче, я на них плюнул и поехал в обратный банк. Туда также приехал. Вашу, Евдрену, Кочерыжну. С меня еще и там попросили паспорт. Я говорю, ребята, с тумарухлой ресторан у меня потерянный. Как я могу его отдать? Ну, ладно, хоть права. Вот. Я уже просто туда зашел. Как я могу общаться с людьми, которые меня швыряют? Да никак. Пошли все нахер. Ну, я так думаю. Так, дают. Ну, естественно, зашел, заплатил. Опять там какие-то раканы, такие косяки. Да что же это за дело-то такое было? Ну, ладно, вы мне отдали. То есть, по сути событий, я общаюсь с полицейскими. Я общаюсь абсолютно нормально и грамотно и красиво. Потому что вы меня просите. Я это делаю. Никаких проблем нет. Я общаюсь со всеми. Везде все абсолютно нормально. Но это что за контора? Я не знаю. Я не знаю, что это за контора. И было бы, конечно, грамотно и очевидно вернуть все на круги свои. Сколько у нас банков? Сколько банков нас швыряют? Вы еще не понимаете, что процентная ставка по ипотеке – это вы платите банку. То есть, давайте обратим мнение ваше и мое, естественно, на то, как банки деньги зарабатывают. Это очень просто. Они выдают вам кредиты. Вы за это дело платите. И вот на этом они хорошо и живут. При этом вы же должны понимать, что основная часть банков брала свои деньги где? В Соединенных Штатах Америки. Там проценты в банковских кредитах 0,0 практически там 1%. Это же банковские кредиты, да? А здесь они выдавали по 20-30, а потом еще и 50, а еще и больше процентов. Это бизнес был. Офигенный бизнес. Я, естественно, с ними боролся. Приходил в суды и, естественно, объяснял, что это варьё. Судья так и объясняли. Говорит, давайте его еще сделать. Я и делал неоднократные материалы, но чтобы в оконцовке меня так этот банк поимел. То есть, давайте вернемся на круги своя. 2-3 банка и этого достаточно. Не такая большая страна России, если честно.